Ребят, доброе утро! Сегодня приглашаю вас поехать со мной на самую топовую, самую лучшую, самую продаваемую экскурсию здесь, в Паттайе. Эта экскурсия называется река Квай. Она двухдневная, с ночевой в отеле на воде. Первая остановка, где мы остановились, это азиатская Венеция. Сейчас мы будем кататься по таким каналам. Вперед было сесть. Смотрите, такая лодочка. Коллега! Поехали! 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 Маша, аккуратно. Положи, Валик. Ну, нормально. Шестьдесят. Возьмите, нормально за шестьдесят. Надо что-то купить-то уважать. Тебе надо, Маша? Коричневого? Маша, какую? Там еще оранжевого есть. У меня. Тебе лучше сломали. Да там дальше купят. Поняла, дальше. Оранжевого? Или желтого? Капунькап! Индийская штука. Спасибо! Спасибо! Украина! Она говорит, в транспорте пить нельзя. Баба! Тащит в лодке пить нельзя. Не покупаем пиво. . Гид что сказал. Дуд берёт какой-то у него. Очень классная прогулка была на лодке И это первая остановка, которая входит в экскурсию река Квай Вот что значит ранний подъем Я стою внизу, уже подъезжает автобус И я такой, ой, а я камеру забыл, прикиньте В 4 утра, конечно, у меня голова-то вообще еще не работает Ну как автобус, вот такая маршрутка Доброе утро В 4 утра мы собираем всех всю маршрутку Короче, так спать охота Быстрее можно куда-нибудь на Красну выехать И просто хотя бы вздремнуть Ребятки, первая у нас остановка 4, 5, 6 6, 40 Прикиньте, 2, 40 Мы ехали Приехали куда-то на парковку Нам сказали, здесь завтрак, кофе И двигаемся дальше Самый большой минус уже сейчас, который я чувствую Это знаете, что мы же едем вот на такой маршрутке Вот Toyota Вот такая, такая подъезжает А я на экскурсии этой уже был И мы ездили вот на таких комфортабельных, хороших автобусах Больших И то есть ты в этом автобусе реально кайфуешь Потому что вот эти 2, там, половина часа Ты спишь в автобусе, и очень хорошо А в маршрутке тебя вот так вот качает Спать неудобно, сидения неудобные Я рекомендую обязательно автобус Ребят, смотрите, что у меня на завтрак Бутерброды с колбасой Мне сестра привезла колбасу Здесь удобно, да Видишь, нас первых забрали, мы тоже сюда сели Ребята, сейчас мы приехали в национальный парк Эрован На одноименный водопад Семиуровневый Пойдем плавать в холодной воде Сейчас мы пока туда идем Мы, конечно, нажаримся, нагреемся И будет кайф искупаться в самом водопаде Чтобы попасть на водопады, нужно купить Ой, не купить, а взять в аренду Жилет Вот, сейчас жилет еще нужно будет взять Это, кстати, первый уровень И, насколько я понимаю, первый уровень водопада Здесь уже можно купаться Где? Ого! Офигеть! Еще ядовитый подвеклась Смотрите, какой Какой-то, ага, пушистый Ну, вот это первый уровень Здесь, конечно, вообще никто не купается А, нам сказали, здесь вообще только тайцы купаются в одежде на первом уровне Нужно подниматься выше на второй Со второго уровня можно купаться уже туристом Не резидентом, скажем так Вот это первый уровень водопада Мы сюда поднялись Одели Жилеты И теперь Выдвигаемся на второй Где можно купаться Но мы еще подумаем, на каком купаться будем Может быть, сейчас Ну, насколько устанем И скупаемся А потом на седьмой пойдем На седьмой по-любому пойдем Слушайте, от первого до второго уровня Вообще вот Очень быстро и рядом Вот здесь уже можно купаться И посмотрите, какой водопад Я думал, что Воды вообще не будет Потому что же сейчас не сезон дождей Сейчас типа засуха А нет Водопад есть Люди купаются Но мы пока не устали Двигаемся выше На третий теперь Мы приближаемся По-моему, к третьему уровню Но пока налегке По-моему, она сказала Гитша, что С четвертого по какой-то там Или вот как раз С третьего по четвертый Самый тяжелый перегон А, ну вот это, получается Был третий водопад Третий уровень Сейчас я вам еще вот так покажу По сути, это третий Но там еще немножко наверх Мы идем Четвертым Чем выше, тем лучше Так, уже чувствуется Тяжелее Слышите, как дышу Вид, такая площадка Вид открывается Так, четвертый уровень А, вот, да Рыбы здесь есть Но их тут немного Смотрите Вон плавают Черненькие рыбешки Так Это четвертый уровень Симпатично Но на каком-то из уровней Там прям вообще кишат просто рыбы Вот в этом Озере Что, искупаемся? Да, да Да, пойдемте Ребят, смотрите Мелкие просто меня едят Пальцы, смотрите А эти крупные Да нет Большие-то Не будут тебя жрать Ну, че Вот он и витяная О, ребят Какая она холодная Сейчас я попробую Камеру вниз Опустить Где они? Так прикольно Так прикольно Так-то Че, где они? Я езжаю Я вот камеру Под водой Берзил Поставь к ногу Что-то Мне тебя пальцы Пописали Лиля, поставь к ногу За камеру Ой, меня за руки Касают Кидайте Смотри Они как взирают меня Прикольно так вообще Смотри, маленькие вот эти Офигеть Смотри Офигеть, ребят Вы видели? Я надеюсь Вы видели Это в камеру Как они жрут Ребят Это только Четвертый уровень Вода Теплющая Ну как Она не ледяная Потому что Я помню Здесь прям ледяная Была вода Не знаю За счет того Что видимо Сейчас все равно Уже Какой Март Почти апрель месяц Солнце-то стоит Нифига Как сильно Жестко Долго Долго Имеется ввиду Уже с 7 утра Там с 6 утра До 8 вечера керачит Поэтому прогревается Видимо Здесь вода тоже Но кайф Вообще нереальный Конечно Она все равно Прохладная Но можно находиться В ней Вот мы подошли На пятый уровень Получается И Я так понял Что с четвертого По пятый Как бы самый такой Тяжеленький Был перегон Но мы его тоже прошли Налегке Я бы не сказал Что мы прямо так устали Но здесь тоже Смотрите Классно Какие ванночки Не знаю Будем мы здесь Скупаться или нет Или пойдем На шестой Седьмой Но собственно Здесь красиво Смотрите Тропики Тропический лес Вообще Очень выглядит Все здорово Последний этап Преодолен Смотрите Шестой И седьмой уровень Сейчас Зачем закрывают Водопады Потому что Это опасно Сейчас вот Воды не так много А так-то Прикиньте Везде вот так Вода стекает Наверное Такие водопады Здесь Бушующие Но сейчас Это даже сейчас Очень красиво Конечно Поднялись 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 мы Вот он Седьмой Уровень Закрывается В 3.30 В последнее время Воды немного Но конечно Красиво Посмотрите Как там Сверху Наверное При Большом сезоне Вот оттуда Наверное Вода Бежит Аж С самого Вверху Здесь Наверное Все в воде Ну Шикарно Шикарно Конечно И сейчас Мне кажется Напишите Кто Бывал на этих Экскурсиях Допустим В ноябре В декабре Есть ли Здесь Мне кажется Здесь народу Просто больше Это сейчас Нам повезло Что здесь Ну как бы Не сезон уже И не так много Здесь туристов Потому что Мне кажется Обычно Сезон здесь Яблоко Упасть негде Какая-то есть пещера Пойдем Где-то Зайдем Опачки Ребят Смотрите Здесь можно Вот так пройти Офигеть Так страшно Как будто Это Это валится Подо мной Прикольно Смотрите Здесь заплыл Здесь выплыл Маша Маша Шестой уровень Какой водопадик Славенький Где-то народу Нету Вон Три китайца Стоит И все Здесь купаться Кстати нет Места Видите Здесь только вид Красивый И все Нифига У него пал Какая длинная Смотрите Это самое Наверное Место Место Такое Прохладное Эти водопады Ребят Оказывается Я вас чуть без третьего Водопада Не оставил Мы его тогда пролетели Видимо Потому что я точно Помню Что здесь мы не были Смотрите Здесь какой водопад Классный Сейчас покажу Слушайте Третий Походу Самый красивый Оказался Посмотрите Как бежит вода Кайф Потому что Мы сейчас идем Я смотрю Мы же здесь не были Оказывается Мы третий Как-то с другой стороны Прошли А здесь Вон как классно Вот сюда нас привели У нас здесь Шведский стол Здесь мы обедаем Полчаса И двигаемся По моему К слонам Чашку фруктов Нам принесли Смотрите Арбуз Ананас Что там Папайя Катание на слонах Входит Стоимость экскурсии Смотрите Лиля Садитесь О, что Банан хочешь уже? Банан хочешь? Сейчас Подожди Он сейчас Пакет заберет Несколько людей Напишет Закатание на слонах Если вы не знали Ребят То слоны В Таиланде Зарабатывают Себе На еду Самостоятельно То есть До Пенсионного возраста Слоны Работают А потом Когда они Выходят На пенсию Это По моему 50 лет Правительство Таиланда Оплачивает 8000 бат На слона Поэтому Здесь Вот так Все устроено Лиля Лиля Садитесь Садишь Тут И потом Не слезешь С него Приличный Круг на слоне А что Мы последние Были А вот Смотри Они снимают Купаться Их сейчас Поведут О Очень С бивнями Смотрись Какими Здоровыми Так Выходим Ребят Такие Красивые Как эта Камера Ты ее не будешь Есть О Какой Пятак О Какой Пятак О Какой О Тебя 20 бат А не Это ему 20 бат Слону дал Дальше Дальше Смотрим Смотрю 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 Дай потрогаю тебя просто. Ой, какой у тебя хоботок-то длинный, мягкий какой. Такая милота, слушайте, вообще. Это сейчас будет шоу. Такой крошечный. Смотрите, актриса вышла, актриса. Смотрите, рисует. Массаж от слонихи Юли. Давай, давай. Хорошо. Давай, ходим в чашку. Никто так еще не делал. Какая здоровая слониха, блин. Вообще. Рот-то успела закрыть? Слоников моют, спинки им шоркают. А те счастливые, довольные. Видимо, здесь есть еще услуга. Можно заплатить помыть. О, красавчик. О, что она съела? О, мой бог. 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 Смотрите. Это что за акробатический дуэт такой? Ой, пес... А, на себя смотри песком. Оператор страдает от жары. Нажарился я пока снимал видео с купанием слонов. У нас это на сегодня последняя остановка. Мы сейчас едем в отель заселяться. И покажу вам отель на воде. Как выглядит. Я уже там был пять лет назад. Посмотрим, изменилось ли там что-то. Или все так же осталось. Добрались мы до отеля. Сейчас будем заселяться. Но перед этим зайдем еще в аптеку тайскую. Какие-то травы здесь. Чай попробуем. И покажу вам, как выглядит отель на воде. Короче, в аптеке это снимать нельзя. Я снял, что смог маленько. Она такая... У нас снимать нельзя. Блин. Да вы радуетесь, что у вас снимают. Показывают ваши вот эти вот чаи все, чтобы хоть кто-то что купил. А они запрещают. Ну, так вот. С улицы. Ну, короче, магазин там. Масла, чаи и все. Ждем сейчас заселение. У меня еще массаж в шесть часов тайский. Это тот же отель, кстати, в котором я был. И он, мне кажется, стал даже немного лучше, что ли. Как-то все посимпатичнее стало. Или тогда мы просто были... Всю дорогу там пили, где могли. И приезжали с похмелья. Не знаю, сейчас другими глазами как-то посмотрел. Очень уютненько, классно. Пойдемте вниз. Там у нас будет наш номер. 22. Вот, смотрите, тут гамак. Можно будет... А, вот это вот. Представляете, мы на нем сплавляться будем. Так, все, пойдемте. Лили, а, мы через один с вами будем, да, получается, Лили? Мы максимально близко. Ну, это прикольно. Так, сейчас я открою. Двери раздвигаются. О, классно. Смотрите. Проверяйте кондиционер. Ага. Так. Сейчас проверим. Туалет имеется, слава богу. Что тут, еще один туалет, что ли? Или что тут? А, нифига тут балкон. Привет. Кондиционер сейчас проверю. Потому что, если кондер не работает, это будет, конечно, очень плохо. Водичка есть, бутилированная. Это хорошо. Ну, и все отлично. Смотрите, просыпаетесь. А тут какой витрий. Как вай. Гамак. Креслица. Сидишь. Отдыхаешь. Сегодня возьмем какой-нибудь коктейльчик. И здесь почилимся. Заселились. В душ сходили. Теперь идем на массаж. Часовой массаж тайский у меня здесь куплен. У вас, говорят, холодильник в номере есть, да? Да. Короче, в этих номерах, которые на берегу, холодильник есть. А в наших нету. О, нас уже ждут. Смотрите, здесь уже маты расстелили. Так, все, ребят, ложусь я на тайский массаж. У меня один час тайского массажа. Фу, блин, жарко. Зато смотрите, на каком месте. Так, обещают. Кстати, нам пообещали, что здесь будет какой-то супер-супер тайский массаж. В чем я очень сильно сомневаюсь, конечно. Сейчас проверим. I am study school thai massage. Тести, you test. Да-да. Сейчас проверим. Ребят, вы же все знаете. Все видели видео, как я обучился в школе тайского массажа. Я ей сказал, что я буду сейчас ее тестировать. Но начала она неплохо, кстати. Я закончил массаж. Девчонки еще лежат. Пойду пока на обед. Ой, на обед, говорю, на ужин. Не скажу я, что прям массаж очень сильно отличается от того, как делают в Паттайе. Плюс-минус то же самое, чуть-чуть техника другая. Ребят, смотрите вечером, как все выглядит. Лампочки горят. Уютненько. Пойдемте посмотрим, что там есть. Поесть. Так, ну тут, скорее всего, рис. Да, целая чашка риса. Мясо. Лапша. А здесь, о, курица с овощами. Неплохо. Это все? Так мало еды? Ой, том-ям, по ходу дела. Ну ладно, поесть хватит. А, вот еще напротив, смотрите, компот. Отлично. Крем-суп из тыквы. О, тоже неплохо. Так. Здесь что такое? Пидал. Татка. Из чечевицы, короче, что-то. Здесь что-то было, разобрали. Немного овощей и фрукты. Ну, как фрукты, арбуз. Доброе утро, мир. Всем, кто уже на заводе, на работе. Хорошего вам рабочего дня. У меня сегодня бешеные планы. Я сейчас буду завтракать. И потом, потом... Плавать в реке Квай. Будут небольшие проблемы со звуком, потому что мы идем на завтрак, а после завтрака в реку будем прыгать. Поэтому микрофона у меня не будет. Мы надели наши жилетики. И идем на плод. Все, мы отплываем от нашего берега. Смотрите. С отличной скоростью. Смотрите, как мы быстро отплываем. На 3 километра мы отплываем сейчас от отеля и будем прыгать. Спасибо, да? Первый пошел. Ну все, 3, 4. Смотрите, я даже не шевелю ничем. Вова, я просто плыву под течением. Быстро не плыви. Вова, быстро не плыви. В обратную сторону, если погреби. Я думала, фула. Так, не толкаемся. Я хочу подольше плыть. Давайте не будем грибсти и просто лежать. Я хочу быстрее уже. Смотрите, плод наш разворачивается. Блин, меня несет. Давайте уже догоняйся. Куда тебя понесло? Неси меня, неси. А мне, наоборот, комфортно. Он меня... Торможение. Смотрите, какая красота. Вода теплая. Крокодил, крокодил! Это с утра все крокодилы. Красота. Как, Машка, нравится? Да. Кайф. Давай сюда, камни. Вас легких, то вообще, наверное, уносит. Открывай сюда чуть-чуть, там, в это, ветка. Маша, а ко мне поплыви? Ко мне пьи. Наш плотик поплыл. Маша, Маша. Силетики. Женя, сними нас. Не плыви, просто лежи. Да сама тебе рекомендуй. Ой, кто это у нас там в полосатых купальниках? Помните в этом фильме? Нет. А это тигры. Вот это здорово. Вот это кайф. Мы почти доплыли. Почти это растянулись, блин, по реке. Да. Не страшно? Нет. Кайф, да? Угу. А, вот мы и к отеле к нашему приплыли. Еще, говорит, левее. Ой, блин. А, туда, вон. Ой, ребятки. Сейчас как-то вылезти отсюда. Ой, блин. Как-то я от группы отстал. Офигеть, офигеть. Ой, блин. Вот это вот самое интересное. Попасть в отель. Ой, ребят. Ой, блин, кто-то выплывает. Кто-то, короче, прикиньте. Я грибу. Ай. Баланс. Походу. Наша птица. Ой, фу, я смог. Фу. Офигеть, о. Прикиньте, я держусь. Ой, меня прям тянет. Вот по этой штуке. Офигеть. На лихо течение. Меня прям вообще... Я же птица поплыл. Опа. Оф. 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 Офигавей, он несет. Офигавей. Офигавей. Сейчас он вылезет. Такую сшибу. О, кстати, да. Настя, не минутяй. Ой. Офигавей. Аккуратно. Ай, держите меня. Офигавей. Офигавей. Тяжело, да, выходить? Вообще. Ой. Ай. Ой, ребят. Офигавей. Очень классно. Сколько? 20 минут мы плыли? Слава богу, это закончилось. Класс. Супер. Да не, они помогут сами. Вот за это держитесь. Давайте. Все, умницы. По поручню клещите. Не двигай. Такое сильное, да, прям уносит. Вот, туда тихонечко иди. Не отпустись только, держись сильней. Так полегче будет. Вот чувствуется, да, скорость, когда за это взялись? Да, вообще страшно. Чуть-чуть пройду, давай, Вадим. Вот сюда, к поручню. Все, ребята, уезжаем мы на следующую локацию. На термальные источники. Вот мы приехали на источники. После холодной реки Квай, наверное, очень хорошо, да? Да. Ооо, ой, какая она горячая. А там еще 42 градуса будет. А вы что, не сполосывали, зашли? Я после Квая еще, да, сходил в душ. Так я после Квая у себя в номере сполоснулся. Мне что в душ-то ходить по три раза на день, да? Так же. Прыгай! Да я пошутил, не надо прыгать. Не-не-не, Вова, не прыгай. Как вам водичка, 42 градуса? Прикольно. Прикольно. Горячая, я уже искупался, короче. Все, пошел переодеваться. И мороженое себе возьму. Нам уже нужно будет выдвигаться куда-то еще. По-моему, у нас вино, храм какой-то. Ну, в общем, сейчас по ходу пьесы все увидим с вами. Здесь у термальных источников продают вот такой корм для рыб. И посмотрите, какие рыбки внизу плавают. Ну-ка, Маш, посыпь чуть-чуть, по чуть-чуть, посмотрим, что они там. О! Подальше туда. Смотрите. Приехали мы на дегустацию вина. Сейчас будем пробовать сладкое тайское вино. Ну, как пробовать? Люди будут пробовать, а я, наверное, нет. Потому что мне с утра и так так хреновато, что никакого вина не хочется. Дай понюхать. Пить! Пить домой! Пахнет, да? Чем туристы? Мангустином. Мангустином и пахнет. Мангустином? Да. Пить домой. Давай пробуй. Ну, пробуй. Ну, сам по-моему, ты же пробуй. А это что с чем? Что, как? Сладко? Чуть-чуть. Я работала в мангустин, сейчас лечим. А я что-то не хочу. Мне плохо будет, потом меня укачает. А еще ехать сколько? Да, реально меня укачает, я не смогу. Ехать тогда. Так, дай мне это попробовать, понюхать. Она сказала с малиной? Не знаю, что она сказала. С чем это? Короче, здесь вот, ребят, можно, видите, всякое вино попробовать, купить можно что-то. А здесь недалеко старая тайская берманская дорога. Пошли ее посмотреть, железная дорога. Старый поезд стоит. На этом поезде перегоняли боеприпасы. Когда была война, Япония за Бирму с Англией воевали. Вот кусочек этой старой дороги остался. Можно залезть. А пойдемте дальше туда пройдем. Я фотки видел, там прямо ущелье какое-то красивое. Водопад. В ту сторону, да? Ага, пойдемте. Еще пока прохладно, не жарко. Отлично, можно прогуляться. О, какая красота. Нифига он куда залез индус-то. А, туда можно по лестнице подняться, пофоткаться. Короче, все поперлись туда, я тоже пойду посмотрю. Ой, какая она ледяная. Кажется, что скользко, а так нет, не скользко. О, смотрите, там пещера какая. Ну, а мы сейчас погнали дальше. То ли обед у нас, то ли храм, что-то не помню. Все-таки мы приехали на обед, потому что есть хочется уже. Наплавались, считайте, с утра-то самого. Теперь хочется и поесть. Здесь у нас уже поляна накрывается. Курочка. Курочка, рис и какие-то овощи. Ничего особенного. А, и бульончик еще. Друзья, сейчас мы приехали в храм, в пещеру тигра. Здесь, по легенде, в пещере жил тигр. И он так рычал, что на километр люди слышали его рык и боялись подходить к этой пещере. И в какой-то момент один монах, не зная, что здесь живет злой тигр, зашел в пещеру, и тигр ему ничего не сделал. И монах с тигром здесь, в этой пещере, жил. И вот, собственно, отсюда и образовался этот храм. Пойдемте смотреть. Субтитры подогнал «Симон»! Я пока наверх поднялся, чуть не сдох. Ничего не понятно, но очень интересно. Видите, как... Почему-то в стекле. Ой, как высоко. На самую верхушку, короче, поднялся. Видите, сидит монах. И здесь можно у него завязать ленточку. А может, не у него, сейчас узнаем точно где. Но у меня так, браслет на удачу. У меня Димон на пляже Тиен, на Калане, это завязал. Москва удача, сказал. Кто не подписан на инстаграм, подписывайтесь. Там у меня уже идут сторисы с этой поездки. Ребят, вот пещера Тигра. Видите, здесь два Тигра по бокам. И внутри, по легенде, жил тот самый Тигр. Видите, вот, ребята, веревочки завязывают. Ребят, я вот сейчас вижу здесь в пещеру, смотрите, монетки вот так вот ставят. Кто знает, для чего это делается. По всей скале вставлены монетки. Друзья, ну на этом поездка по экскурсии река Квай заканчивается. Это была последняя остановка здесь в храме. И мы дальше едем уже в Паттайю. Предлагаю вам подписаться, поставить лайки, написать комментарии. И те, кто не хочет пропустить празднование тайского Нового года, обязательно с вас подписка. Будем биться с пистолетами с водяными и с водой, и со всем здесь сражаться со всеми тайцами. И чтобы не пропустить это все, подписывайтесь. Так жарко. Пока-пока.